Здравствуйте, дорогие мои девочки и мальчики! Ну что, готовы слушать продолжение сказки о том, как Пузик и Тузик подружились? Тогда усаживайтесь поудобнее у телевизионных экранов и слушайте. Я начинаю читать. Пузик скомандовал ромашке. Вперед! И корова понеслась в атаку. Только тут случилось непредвиденное. Зацепившись за ветку, корова на полном скаку затормозила. Пузик уже в одиночестве продолжал полет, пока не столкнулся с деревом. Вот и пригодилась коту каска. Прибежал дедушка на огород. За ним пуп и фантик. Помогли они ромашке с Пузиком подняться и стали расспрашивать, что же произошло. Но ничего кот с буренкой не вспомнили и твердили только одно. Кто-то больно ударил их по голове, и они упали на землю. Утром дедушка собрал всех зверей и сказал, «Нам нужно завести настоящего сторожа. Вы сторожить не умеете». «А кто умеет?» — спросил Пузик. «Собака. Только она умеет сторожить. Придется тебе, Пузик, пойти в город и найти ее», — решил дедушка. Собрал Пузик с собой в дорогу немного еды, баночку сметанки, пяток вареных яичек, бутылочку парного молока, жареной рыбки и свежего хлебца. Завернул все в узелок и отправился в путь. Шел он, шел и пришел на выставку собак. Пузик подошел к свирепому бульдогу. «Господин пес!» — с опаской замурлыкал кот. «Не могли бы вы поработать у нас в деревне сторожем?» «Пр-р-р-р!» — прорычал бульдог. «Я дипломированный охранник-медалист, а тебе на огород нужен простой тузик!» Обошел кот всю выставку, но кругом получал отказ. Оставался один пузик. «Не могли бы вы посторожить наш огород?» — спросил пузик. «Ах, что вы!» — воскликнул пес. «Я помну там свой бантик, испачкаю лапки и испорчу прическу. Ищите себе простого тузика!» Взял пузик свой узелок и отправился домой в деревню. Не выполнил он дедушкино поручение, не нашел собаку-сторожа. А кто такой тузик и где его искать, кот не знал. Внезапный лязг тормозов вывел пузика из задумчивости. Он взглянул на дорогу. Там, на проезжей части, лежал маленький щенок. От ужаса он закрыл глаза лапами и ни на что уже не надеялся. Прямо на него летела большая машина. Водитель резко жал на тормоза, но расстояние до песика неумолимо сокращалось. Не раздумывая ни секунды, пузик совершил такой прыжок, который умеют делать только настоящие коты, и вытолкнул щенка прямо из-под колес грузовика. Машина промчалась мимо, а кот со щенком благополучно покинули опасное место. На тротуаре щенок перестал дрожать от страха и лизнул своего спасителя прямо в нос. — Твой тузик? — спросил милиционер. — Мой! — сказал кот и прижал к себе песика. — Тогда не отпускай его без поводка! — посоветовал милиционер и почесал щенку за ухом. На самой окраине города путь к пузику и тузику преградила банда бродячих котов-хулиганов. — Узелок или жизнь? — грозно прошипел одноглазый, глотая слюнки. Он уже ощущал во рту вкус жареной рыбки и деревенской сметанки. Только просчитались коты-хулиганы. Тузик хоть и маленький щенок, но все же собака. Зарычал песик, а затем с громким лаем погнал обидчиков по улице с такой скоростью, что только пятки у них засверкали. На силу бродяги ноги и лапы унесли. Дальнейший путь до деревни кот и пес проделали без особых приключений. Но на этом приключения не заканчиваются. Что же будет дальше, вы узнаете завтра, дорогие мои девочки и мальчики. А сейчас пора посмотреть мультик и готовиться ко сну. До свидания. До завтра.